Мистер Анимешник, вы будете смотреть наши свежайшие увлекательные тайтлы? О нет, господи, нет, я больше не хочу! Вы будете смотреть Магии и Мускулы, экзамен названия Вестника Бога, 8.09 на Шикимори так-то. Вы не заставите! Злодейка 99 уровня! Я босс, но не король демонов, прекратите! Сасаки и пи, я не стану! О нет, мистер Анимешник, еще как станете! Еще какой, Сасаки? Ха-ха-ха-ха! Куда делись старые добрые увлекательные сюжеты, эксклюзивы целого поколения? Неужели потребность в качественном продукте упала так низко, что нам предстоит перебиваться вот этим? Этим! Не то, чтобы аниме-индустрия ежегодно штамповала только шедевры со стопроцентной гарантией на культовость. Не, были и проекты для расслабления мозга, всегда были. Те, что включал на фоне и занимаешься делами под шумок. Но сейчас их стало слишком много, что превращает ваш мозг в хлебный мякиш. Правосудие близко, этот таинственный герой в лице меня взялся покарать эти гнусные студии, что печкают носгам нючим бюрязким пестицидом. Берегитесь аниме, я уже лечу, заряженный лайками наперевес. Так почему аниме скатилось? 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 Начнем с названий. Еще до момента, как я стал дедом, начал замечать интересную тенденцию. Названия аниме стали нереально длинными. В какой-то момент создатели такие... А ведь так что хочешь увеличить можно? Например, возьму и удлиню себе... Название. И это стало нормой. Мы схавали. И не дай бог это было проверкой наших мозгов. Тогда что нас ждет дальше? Ниху! Мы любим аниме, это наше право. Но сами создатели аниме дают еще больше причин врагам демократии, чтобы ненавидеть наши славные мультики. Они читают абзацные названия и запинаясь бегут снимать свои гадкие ролики на ютуб. Эта, б***ь, злодейка наслаждается. Чего? А что стало с оригинальностью? Вокруг сплошные клишеи, прокручивая страницы с новинками, тыщешь. Что из этого непопаданцы? Где нет имбанутого героя? Где нет гарема девочек? Где мужчины? Что-нибудь можно новое? Ты или сам первопроходец, или ждешь рекомендации от других, чтобы не окунаться в тот же омут по двухсотому кругу. Господи, да возьмите мангу, как делали раньше, и снимите что-нибудь по ней. По велению Господа Бога, игры воборотни Алиса по гранище. Можно было бы переснять, особенно на волне хайпа. Есть куча оригинальных проектов, что можно. И нужно выпускать свет. И есть куча студий, которые стараются экспериментировать, но продолжают это делать только с парочкой жанров и на тему сбитых сюжетов. Я вам сейчас в морду дам! Вы жанром попаданцев усмирите жанр попаданцев? Ну сколько можно? Почему я так надрываюсь? Потому что хочу, чтобы аниме продолжало развиваться, как кинематограф. Лучше кинематографа. И если спросят, а в чем это ваше аниме? Я бы ответил, а в всем. Как это было раньше, как сам говорил. Бесчисленные сюжеты, отсутствие любой цензуры, история такая, какой есть, без привязки к нормам и установленным традициям. И если вам еще нужны какие-либо доказательства некоторого упадка, то культовые цитаты и диалоги. Их буквально не стало. Если попытаться вспомнить новинки последних лет пяти, вам скорее голову разорвет, но вспомнить мало что получится. Да-да, не спеши перебивать, мой внимательный ангелочек, я объясню. Культовая фраза в аниме – это своего рода показатель крутости, значимости Таттла для всей индустрии и фанатов вокруг нее. Искусство. Это взрыв. У меня нет братьев. Да при чем тут это? Мы братья по духу, духовное родство даже ближе к кровного. Интересно, сколько там было? Наверное, миллионов десять. А в яблоках сколько? Их куда больше. И они навевают приятные воспоминания о просмотре, чего безусловно мало в наши дни. Вам ничто не засядет в голову так, как вступление Берсерка с потрясающим аналогом. Вы можете меня ненавидеть за это мнение, сказав «Сейчас тоже очень много крутых моментов». Нет, их нет. Или можешь написать ниже, а мы там фингерами оценим как-нибудь. И я уже не знаю, как это понимать. Культовость просела или изменила свое направление. И я сделала это, не предупредив меня. Я хочу как раньше, хочу как в Хелсинге. Закрой рот, тряпка. А сейчас рубрика прогнозов. Долго напрягая свои мозги на вершине горы, я задался мыслью, а что еще ждать от аниме в будущем? Оригинальные сюжеты были, оригинальные сюжеты по манге, неоригинальные сюжеты по манге, заезженные попаданцы. Все это было, было. Ремейки? Ремастеры? Ремейками нас уже потихоньку начинают подкармливать. Вот вам Шаман Кинг, вот вам Судьба Ночь Схватки. А ранее были Хелсинг, Ева, Дорор, Алхимик. Но ремастеров не было. Я думаю, все же мы придем к моменту, как это было с компьютерными играми когда-то. А зачем переснимать тетрадь смерти или эльфийскую песню, добавляя туда что-то новое? Можно просто все выпустить под сюжетную копирку, но с лучшей, современной графикой. Вас все еще отталкивает крутой учитель Нидзука со своей старой графикой? Теперь нет. Какой-нибудь Netflix перерисует его без проблем для вас. Дай только звездочки в рейтинг. Дай, дай. Не, ну эльфийскую песню я бы пересмотрел сам в новом формате. Но не сказал бы, что это будет являться шагом в сторону развития индустрии. Так что я прямо сейчас обращаюсь ко всем аниме-студиям, которые смотрят мой ролик в поисках новых идей для аниме. Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Вы идете снимать аниме по манге? Называется она по велению Господа Бога. Идете снимать, я сказал! Бесит это, хочется схватить ваши колокольчики и раздолбать об стену. А я интеллигент, так не поступаю. Вот так надо было выбесить. Ну можно же снимать больше нормального. Конечно, кто-то из зала выступит, что можно чего-то толково посмотреть и сейчас. И все не так плохо. А все, что неплохо, на секундочку, снимается с 2013 года, с 2016. И тоже, честно, задолбало так. А что дальше? Дальше хавай. Хавай еще свежатины. Знаете, последние годы мои поиски аниме к просмотру превратились в крайне ювелирную работу. Сёрфишь сайт и очень аккуратно щупаешь каждый тайтл по описанию, обложке, пытаясь найти хоть что-то, но немного подходящее. Может, ужастик какой посмотреть? Может, ужастик? Или комедию? Да-да, комедию давай. И я не говорю еще о том количестве тайтлов, просмотр которых был прекращен спустя несколько серий. Многие любят говорить, все познается в сравнении. Но вот сравнивать сейчас практически не с чем, благодаря чему многие новые аниме продолжают высоко оцениваться аудиторией. Ведь большинство эталонов индустрии спрятались далеко за горизонтом времени. И чем дольше это будет продолжаться, тем дальше мы будем удаляться от идиллии, где сценарий сделан ради сценария, а не ради зрителя и его широкого охвата. Хочется, чтобы история была оригинальной и живой. Персонажи имели стержень, а название не байтило километровым описанием. Естественно, есть исключения, но их крайне мало. Итак, бойцы, не забывайте смачно потакать фингером в видео, подписаться и выразить респект в комментарии. Мне нравится, когда вы активны. Мне нравится танцевать. Я танцую за лайки. Давай заставь меня это сделать. Спасибо. Гад Кера Чимару наплакал вам на целый ролик и удаляется. Вы были в лаборатории Ганса. Увидимся на канале. Пока.